Ребят, всем привет! Начинаем стрим. Понемножечку кунг-фу капа. Так, на твиче забыл переименовать. Очень скоро все начнется, пока что я буду заваривать там чай, задержка 2 минуты, помните об этом, кто здесь уже есть. На твиче сейчас все подрублю, подпилю. Прошу прощения, ребята. Поехали. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Короче, ребят, ждем пока тут все придут. Прошу прощения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ждем начало турнира... Мне пару моментов осталось допилить... Например, вкусненький и тепленький чаёчек... Потому что надо... Ждите... Редактор субтитров А.Семкин... Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я хочу выяснить, приходят ли тем, кто не жал галочки Мне сказали, что со старого сайта должно все перенестись По идее, посмотрим Посмотрим, посмотрим Добавляем Игра приостановлена Игра приостановлена Игра возобновлена Так, ребят, все, погнали Ягуст против кого там у нас первым Ягуста бьется Ягуст А, это давайте Ягуст Поук у нас А, нет Ягуст Айн Короче, давайте я вам покажу группу, ребятки Сегодняшнюю Вот что важно А группа у нас такова Группу Б Айн Игуст Тудминг Пул Два Трития рана И зерк У нас будут биться Будем мы сейчас отсмотреть Все дело Вот Закрою пока твич И посмотрите, что уже делает Айн здесь Он делает Прокси реперочков Так, уха Так, от кучи Соточка прилетает на Сбер Спасибо тебе Сергей Николаевич Ну что, смотрим за Айн Сейчас я добавлю Какой-то чуть поодержавший Сбер 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 На пороге Сбер Сбер Смерть на пороге. Смерть на пороге. Смерть на пороге. Смерть на пороге. Так, 17.26, по боевому лимиту Смарю Ягуст хорошим, плюс и здесь Находится Здесь 5 риперов на центре Строится циклончик первого уже Строится старпорт Барак добавляется здесь Так, это что добавляется? Два барака добавляются, один здесь улетел Один на разведку пошел Так, кстати Паблая вчера шум матчу как кончится Вижу, 18-2 Последний счет А еще 10 игр должно было быть отыграно Если где-нибудь В виде ссылочки, которую можно подтвердить Приезжает Агуст Отдается вполне успешно Здесь Айну, я что-то, ребят, извините Я первую игру как-то не очень внимательно Действую, но Вы видите сами, все здесь Айн ведет По всем фронтам ЦС-шечка уже готова, здесь только пошла ЦС-шечка, опять залетает Падает барак Если есть ссылка на ликвипедию Скиньте мне, пожалуйста Падает барак Москаль, привет всем тебе На эскадывайте всем привет Как лайф сыграл Он пишет, что 28-3 он проиграл Я пока документальных подтверждений не видел 28-3 это как-то с перебором Я бы вам сказал честно Конечно, Марин Лорд очень силен Топщики Европы сейчас, но Все-таки 28-3 Из 30-ти-то игр Можно 5 хотя бы взять, я не знаю Хотя 5,3 разница В мод StarCraft Ну как раз между Смотрите, сейчас будет Сейчас будет Kung Fu Cup А вечером будет Варди Open турнир такой Мы будем смотреть Варди, ну Варди, я хорошо знаю Он говорит Что, окей Стрим типа в игру Заходи Вот это будет 19.00 Я полагаю, что этот турнир Где-то часов до 5 будет И пару часиков-то можно В StarCraft с мод поиграть Я не знаю, как он работает Там, наверное, ведь поиска нет Получается, там надо именно Друг с другом играть Как бы Или там поиск прям есть Мне вот интересно Если есть поиск То там крутка Это круто, конечно, было бы Я помню, что 28,3 Скинь ссылку Если есть какая-то ссылка Алексей Так 28,3 Это дичь какая-то Ну что, и Агуст Вроде как бы Здесь Жив Более-менее Но Здесь уже Билу Здесь уже стимпа Здесь уже щиты Подъезжают Где медиваки вообще Чуть не могу понять Вот первые строятся Вроде как У Айна И с Рейвен У него Хорошо расставлены Марики Смотрите Просто Как причем Близко к оппоненту То есть И Агуст Не отконтроливает Ну то есть Айн видит Что никакой агрессии Не происходит Абсолютно И здесь Контрольные депошки Вот что называется Правильное расположение Зданий Юнитов Вот Смотрите Какой вижен У человека Просто Здесь видно Здесь видно Здесь видно Здесь Адрофис Что видно Как бы Ближе Все замечательно Так Спасибо тебе Дочь 2Р 28,3 В натуре 28,2 А сколько По баксам Кто получил Так Приходит Айн Наломывается Разваливается Агуза Опять Я пока Блай Отсмотрю Так Причем Прис Распределялся От каждой Карты Пообежденной 400 баксов Всего То есть Блай Почти Ничего Получается Не получил А Марин Лорд Почти 400 баксов Получил Что ли Так Надо Блай Ну Конечно Ублая Надо спрашивать Вот Ублая 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 Взял Взял Запилил Планетарку Здесь Три Орбиталки Дает Возможность Просто Аппоненту Нагнать Я в курсе Что Лайфенг Идет Прям Параллельно Я уже Говорил Что Принято Решение Мною Стремить Кунг Кукап Так Как Турнир Более Крупный По призовым И есть Некорейцы Здесь Так же Ну Плюс Надо сотрудничать С китайцами Хотя С Лайфенгом Тоже Надо сотрудничать Но Я думаю Он поймет Там Все дела Как Вот Сегодня Правда Единственная Группа Покруче Чем На Кунг Кукап На Лайфенге Потому что Там А лайф Статься Гумиху Ну А я думаю Что На Кунг Фу Просто Ой На Лайфенге Я постримлю Плей-офф Кунг Кукап Там Будет По две Игры Там Плей-офф Все Проходить А На Лайфенге Он Один За Один Будет Полностью Идти Короче Разберемся Как У нас Погода Очень Солнечно Сейчас Прям Ништяк Но Солнечно Видимо Антициклон Вот Этот Скандинавский К нам Спустился Потому что Я видел Сейчас В группе Про Погоду Написано Что Он Деблокировал Деблокировался Это Антициклон Сейчас Движение Пришел И Заморозки Вроде Как Первые Сегодня Ночью Обещали Но Я выходил Ночью Прохладно Было Но Вроде Как Минуса Не Было Там Грался Два Было Мне кажется Хотя Два Ночи Был Под Утро Может Что Там И Было Но А так Очень Солнечно И Днем Тепло Солнце Относительно Тепло На Солнце Тепло Атака Прохладная Измеряется Тим Естественно Так 122 162 161 158 Полиамет И Агуз Делает 2 2 О Погодите Агуза Вторая Атака Раньше Чему А Нет Все Нет Все Агуз 2 2 Делает 10 Атака Раньше Просто С Армуром Завтыкал У Нас Айн Еще Не 60 40 Не понял Разве Не 60 40 Про Что Ты Говоришь Не пойму Задержка Просто Уже Вылетает У меня Из головы О чем Речь Шла До Этого Так Айн Идет Вперед Дропается Принимает Пусть И Агуза По преимуществу Хайграунда Сейчас Было В этом Бою Здесь Есть Пару Викингов У Агуза Марики Вперед Ломятся Отдаются Передроп На ХГ Идет Так Агуз Пытается Танки Передроп Отдал Сам Позицию Что Агуз Делает У него Была Позиция Перед Сц Оппонент Не мог Напрягать Он Просто Берет Отступил За Сц И Айн Просто Бомбит Ее В итоге Спокойно Абсолютно Агуз Пытается Выйти Убить Айн Вроде Как Принимает Бои Держится Танки Прикрывают Друг Друга Очень Неплохо Слоу-граунда Там Танк Выдавал Дэмэнджи Здесь Через Центр Просто Идет Небольшой Прирост Через Верх Даже Подходит Марики На Муви Брос Сейчас Привет ГГ Пишет Агуз Ну Очевидно Что Должен Должен Айн Как Но Пару Наломов Был Сумбурных Таких Что Он Криво Даже Мало Сумбурных 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 Что-то Произошло Здесь Непонятно Так Что-то Было Не зайти Зависла Загрузка 4060 Да Была Инфа Про 4060 Но Почему-то В ссылке Которую Ты Скинул Написано Что Каждая Карта Там Что-то Есть Ну Что 1-0 Айн Идет Иогудзо Поехали Вторая Игра Каждая 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 Тэй Максим Тэйзээй Тэйзэй 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 Готов Тэйзэй Готов Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, тут, короче, баг, походу, обнаружился. Кто лично на мой канал с личным премиумом, можете отписать в чатик, просто сказать, у вас выделяется зеленый никнейм. Вот вижу, у Алексея выделяется, а у других что-то я особо не вижу, потому что вот если зайти в список на человечка, где люди, которые в чатике сидят, там зеленых вообще нету. То есть там, короче, ошибка какая-то, ничего не выделяется, судя по всему. Так, а тайна прилетает, дробчик, минка копается, залпанула. Ну, дэмэджи не так уж много нанес, здесь Мариков дропают, а зачем он их дропал, зачем кинул медивак, хоть уведи, взял, отдался к Мариков второму, вместе и медивак. Ну, это странно было, вроде нормально дропнулся, но потом взял, зачем-то отдался. Начинает здесь минку геликом через флэш, все, куда-то прошла, ба-бах, минус один, короче, но минка тоже выбитый в итоге. Вот, но гелика минуснула, дэмэджи нанесла минка. Сканит и огус, видит, что у Айна происходит, здесь орбитал, пошла куда-то, поехали гелионы. Чайку налью, ребят, а то опять забуду, он остынет весь полностью. О, поймал, поймал, да не добился, клоун немножечко медивак, ребят, очень повезло, сейчас и огузу немножко, но пытается, пытается найти медивак, медивак сныкался. Здесь просто гигантское такое космическое пространство, из которого тупо не уйти, и огуз улетает домой, вычиниваться. Циклоном, короче, не обнаружил ничего, ну, повезло здесь, и огузу повезло, ничего не скажешь, у Айна стимпак заказан. Так, мне розовые меня не интересуют, ребят. Фиолетовые, сейчас вот как раздолбые, это премиумы общие, на которые, на все каналы, как бы, премиумы. Вот, ну, это я, ну, рад, на самом деле, что разделили, потому что видно, сколько общих именно смотрят. А ведь на общий премиум, как бы, распределение денег влияет человека часы от общих премиумов, я уже вам говорил об этом. Вот, ну, так будет удобнее визуально прикидывать, сколько тебя смотрят, да, как бы, ну, вот. А вот зелененькие лично, и почему-то только Алексей зеленый, то есть, может, только он, конечно, активен сейчас, но, ну, как бы, в чатике, в списке они точно не выделяются, в списке присутствующих. Так, у тебя общие или личные прям раздолбай, ты главное самое, отпиши. Так, автотворелька пошла, наламывается, как же Андика наламывается на Ягуза, пока я пишу о багах про чатик. Пруст Айн берет, Ягуза разбирает танк. Что-то Ягуз поздно, потому что танк засиджил, приходит Айн. Ну, занял позицию, он выбьет сейчас газ абсолютно точно. Здесь танчик поближе прилетел. Ну, так, пока что держится Ягуз. Здесь Айну нужно немножечко отступить, вылечить своих юнитов. У него на 20 лимита преимуществ, у него третья цеха почти готова. А у Ягуза уже готова третья цеха, между прочим. Так, Айн куда-то собирается заходить. Куда он собирается заходить? Тем пак, он собирается в лоб пробивать Ягуза сейчас, бедняга. И пробивает, между прочим, в лоб. Танки падают. Викинги садятся поздновато они садятся. Да и толку от викингов крайне мало. 68 на 101. ГГ, 4-й Агуз. Ези Айн. КОНЕЦ Ну что, пол против Тудминга, ждем ТВЗ. КОНЕЦ 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 На Айн на коэффициент 3 плюс был, да ну ты шутишь? Как-то так. Манго 84 активировал премиум на ваш канал. Спасибо Манго 84 за активацию премиума. КОНЕЦ Спасибо ТЕМАНГО 84. Наверное, должны пофиксить были подписку на премиум, так что... Если чё не так, сообщайте. КОНЕЦ Я точно был�� проп» КОНЕЦ Так, ребят, между прочим На кипбете ставочки есть, кому интересно Можете пилить На кипбете Агутс 1.95 был Айн 1.77, не знаю, где там такие На Айн 3 коэффициент нашел Это же просто жесть какая-то Вот Полт против Тудминга На кипбете 1.15, полтудминг 3.91 Есть еще на лайфем Кап, короче, ставки Так что можете пилить на лайфем Ну там корейские же фавориты Везде Статс вообще со всеми фаворитами 3.45 Тут не 3 стна было Там рубль надо было пилить сразу Вообще на изичах Есть такой Есть такой Турцовый фаворит 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 Субтитры сделал DimaTorzok Просьба к тебе, кстати, проверить Яндекс Не вернулась там, пока не нашли платеж этот, короче, твой Вот, скинь мне какой-нибудь скрин по платежу С инфой буду, короче, это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ай, черт побери, блин, чай пролил, короче Хорошо не наклалу Лайт такой, да, нескоряйте, блин Я все, конечно, понимаю Я сам говорю, что, ну, ребята, лучше ставками не занимайтесь, хоть и скипбетом сотрудничаю, я-то сам этим не занимаюсь просто Вот, ну, запрещать людям нельзя, как бы, кто-то даже выигрывает, причем немало, ну, может, не на протяжении всей жизни, да, как бы, но про бомжат перебор, конечно Не надо людей оскорблять на ровном месте Может, человек сам поймет когда-нибудь, что ему нафиг это надо Привет, фуги-дуги-стайл, короче Так Так, погодите, блин, я все не это Думаю, куда его поудобнее поставить-то, вот это вот сюда, может быть, где-то, что хрень поставить Или сюда, я не знаю Оно мне как-то стремно как-то выглядит Здесь мне не нравится его положение вот так, может, наверх Понял тебя, Кирыч Оно мне нравится Ну всё, пултик, многими любимый пултик, ребята, против Тудминга и ТВЗ. Посмотрим, насколько пултик сейчас в форме, ведь скоро уже Блескон, и пора бы подтрениться немножечко пултишку. Я думаю, что он должен это был делать, как бы... Посмотрим, что из этого выйдет. Так, как поиграть мультяшный СК-2 новый. Вот как кончится этот Кунг Кукап, я попробую это сделать, как раз таки вам расскажу. Ну, что там да как. Так. 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 Так, Акирыч, я написал тебе текстом, скажу голосом. Проверь, пожалуйста, короче, сейчас какой статус у этого платежа, потому что, ну, если скрин новый, то тогда, скорее всего, он вернется в ближайшем будущем, этот платеж, так как статус завис, типа, вот, если же там другой какой-то статус сейчас, то кинь новый скрин мне просто. Видимо, это тупеж первого дня был какой-то, он принял, как бы. А, понял, только что делал. Так, короче. Здесь у нас бункерок у полтишка, смотрите. Причем зерк его прекрасно имеет, Тодбинг. Грызет камни, быстрей, пацаны, быстрей, королева вы, грызите камни, грызите. Сейчас прилетят танки, блин, будет нам тут больно очень всем. И они грызут и грызут. Но почему новых лингов-то не построить, черт собери, блин? Четырьмя лингами полгода грызть будет. Танчик-то уже летит вперед, вот он, убивец, летит. И я так вижу, что не успевает прогрызть пол. Здесь еще грызть несколько секунд, а Танчик уже... Миша поддержал ваш канал на сумму 150 рублей и сообщает, это на новый чай, ты мой любимый стример. Спасибо за качественный контент и лучшую аналитику. Держись там. Хорошего настроения и здоровья. Спасибо тебе, Миша. Тебе тоже хорошее настроение, здоровье. Ну, надеюсь, что деньги у вас у всех будут. Ну, в отличие от Медведева. Ну, у него тоже есть, он просто подбирает, маленький. Но мы его увидим на чистую воду. Крудовой лагерь, короче. Ребят, кул здесь напрягать пытается. Тодминг пробил логист в камень. Здесь уже второй танчик прилетел. Забегает линги. Бункер очень сильно поможет сейчас тирану дэмэдж лингом нанести. Но Тодминг сплитит неплохо. Лингов сейчас из бункера все юниты падают. Все, надо сваливать собачками отсюда. Тодминг отбился и, в принципе, по лимиту в плюсе остался. Делается дроп овером. Для чего он делается? Видимо, для того, чтобы возить королев и контрить вот эти танки летающие наглые. Но мува-то овером нету и толку от него вообще сейчас. Сделал дроп. Но забыл, что овер без мува все медленно будет летать. Спасибо, короче, Миша, тебе за поддержку. Все вроде работает. Поддержусь-то хорошо сейчас уже что. Ну-ка, мне уже Кочи здесь поддержал. Я смотрю, а я и забыл совсем. Спасибо тебе, Кочи. Вставка, наверное, типа рейдж словил. Пригорело. Все влил. Так, летают танки. Привет, Катак 2-2-3-3. А что у нас вчера-то было? Кунг-фу-кап, ты имеешь в виду? Или с каких именно? С какого турнира? Вот, напиши мне на мыло, короче. Которое, как PayPal, я тебе отправлю потом тогда. Я просто не, ну, забываю. И зачастую бывает, что забудешь, как бы, не отправить. Линги сагрились на Мариков, заметил. Тодминг увел их сейчас. Нужно бежать с другой стороны. Вон, здесь забегание неплохое готовится. Здесь два танка, лзал по лингам. Линги терпят. Бедненькие линги. Но здесь забегание пошло неплохое. Замечает ли пулт? Его нет, не видит. О, куда ты сагрился? На Мариков сагрился. Но пробивает здесь Тодминг, в общем-то. Проход себе заходит. На ХГ здесь крампик, куда линги-то пошли. Бейлинги не могут взорваться никак. Наконец-то взорвались все бейны. ДПушки упали. Сапплай блок. Мува бейлингам, к сожалению, нет у ЗРГа. Почему по катушке не заказаны? Я не понял, лэйр есть. И даже не заказаны они. Были хотя бы в заказе. Линги затекают со всех сторон. Как же, блин, как же все в кучу дерется. Бейлинги все отдались. Пулт вообще здесь даже не контролил, ничего не сплетил. Просто бейны криво заходили, и все отдалось мясо. Вот вам и расклад, ребята. Линги начинают выдавливать все дальше. Ну, вроде как отбивается Тодминг здесь. Нужно... У Мариков что-то много осталось. Были б щиты у пол. Здесь у Мариков развалил бы все в мясо, на самом деле. Но щитов нету. Из танки на муве Марики приходят без медиваков. Что линги-то встали, я не понимаю. Вон они ходят, где ё-моё. Так, линги накидываются. Пол зачем-то тем пачится. То есть вот это пол с таким уровнем хочет на близко ехать. Да лучше бы, блин, вообще запретили корейцам, я не знаю, играть. Ну, а что делать? Европейцы не могут выйти с ней. Будем надеяться, что будущем выйти с ней. В принципе, уровень у полта какой-никакой есть. Но что-то как-то вот эта игра слабенькая, короче. Я имею в виду корейцам из некорейского региона, предживчик. Так, СЦ с мейна на третью полетела. Тодмин четвертый пытается запилить. Наконец-то обратил, что с покатушками-то попроще будет отбиваться. Почему-то газ на третью вообще не добывается. Вообще мало газа добывают сейчас. Очень странно. Хотя перекос по... Ну, хотя не перекос, и дикого по минералам нет. Криптуморы вперед поперли. Здесь Кант повыбивал немножко криптуморов. Пол отлетел назад. Тысяча минералов! Посмотрите, ё-моё, полта... Так, продакшена явно не хватает полту сейчас. Минералы просто тысячи копятся. Закажи ты ЦЦ ху новую здесь. Прям планетарку встань, стационарно займи. Я не знаю, что это бегает. Или здесь ЦЦ ху где-нибудь закажи. Перелети сюда, там, на приросте вот здесь. Вот как бы... На 2-2 грейдах речь вообще не идёт. Бейлинг-бомбы! Прилетели 15 КСМ. К Тодминг убивает полту. Здесь дробу все принимает. Похоже... Хотя не, на 30 лимитов. О, в плюсе. Вот. И это шанс для него вот сейчас выйти и пробить прямо сейчас. Почему? Потому что уже есть покатухи. Ка-2-2 доделается через 40 секунд. 2-2 уже, точнее, армор доделается через 40. Так, уже 36. Даже уже 30. А атака через 46, там, да, помедленнее немножечко. Вот. Тогда уже будет точно полту не пробрить. Ну, Тодминг прям под полтом бейном делает. Ну, чё за ошибки? Ну, просто смотришь... Аж смотреть противно, блин. Бегал-бегал, взад-перёд. Всё, просрал. Даже не подрался вообще. Вот чё здесь бегал? Вот тогда, да встань ты на ХГ, здесь стой-то. Чё ты здесь бегаешь, если базу уже решил отдавать? Вот такая неуверенность в Старкрафте вообще неуместна, как бы. Она абсолютно. То есть, либо ты решил и дал бой, как бы. Либо ты сидишь в обороне. Всё, когда ты взад-вперёд бегаешь, и под тебе стреляют танки, это печаль просто полная. Идёт Тодминг. Вот опять начинаем. Понимает, что позиция кривая. Вроде не хочет ломиться, но потом понимает, что надо всё-всюду ломиться. И наломается, короче, мясо сливается. Беге, вот тебе и пол, чуйка-то есть. Всё хуже было, но взял, убрал. Так, окей, Рич, бывает всякое. Бывает, да, и так выигрывают, но больше кто вообще в аппаратах заливал. У нас, у нас есть кореш-имбо-чел Петрович. Пойдёт пиво, блин, ещё давно когда, ну давно, ещё лет 5-6 назад. Так их 6-8 назад. Ставим пиво на скамейке пьём, Петрович пошёл поссать за угол. Телефон за 9 тысяч нашёл. Так было 2 или 3 раза, как бы. В аппаратах Петрович тоже в плюсе остался. Как бы все к такому выводу пришли. Пуш Петрович имбовый какой-то, ну, аппарату не обмануть Петровича. Как бы вот так получается. Так, хорошо, Катак, всё вижу, ты на мыло отписал. После стрима, либо в паузыка будет, попробую скидануть. Даже, может, сейчас попробую. Так, что вчера за число-то было 11-е. Так, раз. Так, ну, за вчерашний день тебе заливаю. И даже за сегодняшний день с этого турнира 3 репки сейчас залью. Которые сегодня уже были. Так что, считай, в прямом эфире получил. А что, можно как бы за бабки как-нибудь придумать систему? Типу, хлоп, реплеи, сразу турнира, бах, чик, фулил. Ну, ладно, нет, нет, не надо, как бы это слишком уже какая-то барыжманская тема. Привет, Димсан. Привет всем на свище. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Репера от пул-то, ребят, похоже на то. Я не знаю, зачем ему два барака, иначе с мейна. Субтитры сделал DimaTorzok Так, не отливать ходила, сжимать. Да нет, просто был человек, который вместе с ним прям шел и говорит, Петрович идет. О, говорит, телефон поднимает, берет. Два раза он с ним так ходил, просто с пола. Знаю, где там просто место, куда все по мелкой нужде ходят. Видимо, там все теряли как бы тоже под шафой. Так, что это я лично, можно сказать, при этом присутствовал. Ну что? Ну что, ребят, прилетает полкишок. Реперками начинает харасить. Сплетание риперов-то разведи местами, поменяй. Поменял местами, третий, братишка, пролетел. Здесь шесть роучер, заказ, ну как вышли резко. Аккуратней надо быть, полток. Гранат криво кидает, полк. Ё-моё. По кусяк нему Ричардс, иди ты в баню вообще, ё-моё. Что это вообще такое, блин, смотри, блин. Ладно, короче, все понятно. Еще минус рипер? Да, минус второй залетел просто. Но цеха уже строится, единственное. И уже пол с риперов съехал, посмотрите. То есть он так только, вот смотрите, да, мертвый, да, исполнение вообще ни о чем. Но, но, насколько соображает, да. Потерял первого рипера, и сразу свитч делает другое направление. Понимает, что уже раз такой мертвый, что прям вначале отдал с первого рипера, слил, то дальше бессмысленно шатать там, да, как бы. Лучше перейти в экономику и попытаться этими риперами просто продержать оппонента немножечко. Да, зеленых пара уже стало, но больше должно быть. Так, подписку, когда так... У меня на Твиче нет подписки, короче. Если что, просто вы смотрите, там ссылка есть на Гудгейма канал. На Твиче, во-первых, не все стримы далеко проходят, которые я стримлю. Ну, часто рестримы идут, вот. И вообще, я там качество даже не писал, чтобы мне премиум выдавали, потому что мне канал иногда там бывает подбанят, как бы. Это можно все сделать, как бы, да? Я чуть пока не заморачиваюсь. Так-то на Твиче тоже подписки могли бы быть, да? Потому что уже человек 200 бывает, стабильнее смотрит, как бы. Но это считаю, что уже неплохо, в принципе, да? Понятно, было, что это на Гудгейме, но... 200, это уже что-то приходит куша от Тудминга! Это минус полт, ребята. Сначала отзалтело, потом легализовал, найдя со свидетелем. Ну, да, кстати, думают на Твиче, может подписан, как, ну, настроить. В принципе, люди там смотрят, может, будет подписан. Все-таки, ну, когда часто стримлют, Твиче тоже почти каждый день работает. Ну, бывает, рестрим, да, там, как бы, чтоб не побанили на ГГ сейчас стримлют. Надо подумать об этом. Я не знаю, просто какая процедура нужна, чтоб там выдали премиум. Что? Продолжение следует... 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 Иогуза как бы... Развалил Айн... И, кстати, вчера, помните, даже Сторг... Сторг, конечно, вышел в итоге... Но китайцы были в Венерах, между прочим... Вчера два китайца... Сегодня может история повторится... Китайцы-то уровень повышается... Медленно, но верно идет наверх... Ну что, Рибероника летит вперед... Третья... Хата уже какая-то нагловато... Я бы сказал, хата такая... Пошел муплингом... Здесь Риберончик прилетает... Начинает стрелять... Но собаки его отгоняют... Скрипа лучше не выходить... Ну, без скрипа собаки, сами знаете... Значительно медленнее передвигаются... Если быть точным... На 1,24... То есть на Крипе 5,25... У Рибера... На Крипе... Собак 5,37... Бегает... Вот... Собака... Чуточку быстрее, чем Риберон... На Крипе бежит... То есть... При желании... Можно даже его догонять... Кидать... Все прыгает туда-сюда... Ну, Полт прилетел... Ничего здесь фактически не сделал... А третью-то он видел... Он третью даже хату не видел... Смотрите... То есть... Полт полетал... Убил 0 юнитов... И не имеет... Из... Информация полная... Происходящим... Запрыгал Риберок... Собаками... Отогнал его... Тудминг... Если Полт еще третью... Не проверит... Будет прикол... А вот он... Слизь заметил... Смотрите... На третьей базе... Все видит хату... Повезло... Полт мог вообще ее не заметить... Блин... Это было бы для Тудминга... Самый лучший раз... Потому что Полт бы неправильно... Оценил ситуацию... Он бы не понимал... Фактически... Что ему делать... Вот Риберс... Ну... Лоу-Граун... Не стоит... Пытается запрыгнуть наверх... Так... Тудминг тут выбежал... Хотел поймать... Но нет... Не поймал... Ничего... Иди на окно... Что-то прибежал... Пришел рычать... Давай сразу на кого-то... Там запалил снизу... Блин... Ребят... Сходил на турник... Прям... С Чарликом... Все у нас... Так... Плотненько... Причем... Увеличиваю... Нагрузочку... По чуть-чуть... Хотя мало... Блин... Дергаюсь... Прямо сразу настроение... Такое хорошее... Блин... Короче... Следите за своей... Физической формой... Своей... Вот так вот... Я уверен... Сейчас вот в Старкрафт... Если играть... Ну... Игра пойдет неплохо... Относительно... Тогда... Не мертвый... Туда не колет... Туда не колет... Туда не колет... Опять... Что происходит... Пол просто на халяву... Два дрона забирает... Блин... Неужели почетче не сыграть... Мертвый пол... Двумя риперами... Рипером тени двух рабочих забирает... Строятся еще линги... Пол вперед двигается... А! Это выход еще с мариками... Шестнадцатью штучками... Крип... Тодбинг не напилил... Ёма... Как ты будешь сейчас отбиваться? Он сюда придет... И потом перелетит... Как королевы сюда вообще придут здесь? Крипа нету... Нифига нету... Дрогнулся Тодбинг... Точнее вышел Тодбинг сейчас встречать... Плють его вроде... Парабам по всему... Горолеву первую потерял... Линги окружают... Мариков на всех сторон... Но лингов недостаточно... 2-1 пол что ли? Не... Пока еще нет... Но... Большой дэмэджер получает... Очень большой... Но не собрал кулак... При встрече этих мариков... И все... ГГ... ГГ ребята... Смотрите на потери... Это катастрофа... Ну называется что... Это как? Крипа нету... Соединить... Не соединено все... Горолевами... Вот здесь вот надо встречать... Этот урыв... Информации нет... Откуда полк ворол... Все... Третью хату потерял... Здесь уже рыпаться... Хотя рабочих больше... В принципе... Узербы... С одной стороны... Но с другой... Че-то тут печаль полная... Причем... Пол даже без инженеров... Это делают... Элементарно... Отбейся от дропы... Так все хорошо было бы... Ну в таком уровне... От дропов... От этих стандартных... Не отбиваться... Уже перебор... Конечно... Честно вам покажу... Ребят... Третью... Вот где ставят... Я вижу... Что-то поехало... Блин... У нас делается... Пытались на мэм ворваться... Ну... Что-то там на мэм ворваться... Полгода марика сажает... Вообще... По сравнению с каким-нибудь... Там... Нормальным... Корейцем... Любым нормальным тираном... Просто... Который... Фич-фич... Все засадил... Улетел... Даже не только корейцы... Всякие... Ну... Ютермал... Марин лорд... Еще кто-нибудь... Орбиталка... На третью пошла... Как раз... Подтягиваюсь... На количество... Мне пофиг... Сегодня... 8... 10... 10... 12... 12... Подтягивался... Ну... Я еще... Вообще... Надо хотя бы... Неделю проходить... А я... На той неделе... Несколько дней... Походил... И на этой... Пару дней... Я как бы... Опа... Больше Тодминга по лимиту... Просто резко... Полг теряет всех мариков... На ровном месте... Сейчас... Тодминг тем временем... Пробивает проход... На второй... Пробивает... На хайграунд проход... Завскакивает на Мэн... Здесь просто... Катастрофа у Полта... Как это произошло... Ведь здесь столько мариков стояло... И здесь дроп летал... Хотя нет... Вот здесь дроп-то полудохлый уже... Марики падают все... Очень похоже на то... Потому что Тодминг переворачивает... Сирию... На 4.57... Я уже похоронил... Китайца... Но Полт это вообще сейчас... Просто... Я смотрю и поражаюсь... Как это вообще... Он умудряется так играть... На близко... Но участник... Чёрт бери... Любой европеец... Нормальный топовый... Сейчас получше играет... Любой тиран... По-моему... Может я конечно не прав... И я тут... Уже привык к лайфенкапам... Где всякие стации... Гуми поиграют... Но... Наверное да... Такое тоже есть... Но я смотрю сюда... И просто... Алексей... Ты сегодня просто... Ну... Тебе сегодня прет... Короче... ДГшечка... То есть просто тебе прилетает зерк... Тиран... Ты как мертвец... Отбиваешь... Нет... Отбиваешь третью хат... И потом просто мертвеца... В ответку такого уже пробиваешь... Нет... Пока ты ничего... Вижу... Слил 500 рублей на китайца... Не слил... Ни хрена не слил... До встречи... . Здесь просто окружил пол тот минг. Минки не жахнули, ничего не жахнуло вообще. Тодминг против файна. ТВЗ китайская сейчас будет. Ждем начала. Ну так, кстати, были в закопанной минке. Пейлинги без му. . 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 он там может и корейца пробрить там один тур прошел, уже денег просто выше крыши дают Полджет понимает прекрасно может на европейца вообще на кого-нибудь попасться пробрить, тем более хотя европейцы сейчас тоже не такие уж мертвые на блеск он попал, я вам скажу Продолжение следует... 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 только на gg плеере еще твич есть что долго черкают что там у нас на этом-то идет на лайфенге сейчас я посмотрю, ребят мордос там стримит стас гумиху-гумиху-гумиху-1-0 идет что-то в Корее я смотрю, тираны-пробцев вообще на силу в Корее Так. 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 Что-то китайцы там с Иероглой помещат. Засрали. А карты не подчеркали. Ждем пока подчеркаем. Так. Не, не буду стремить варди нафиг. Короче, там на YouTube выкладывать надо как бы. Плюс сейчас пропущу хост. Да и я уже вижу, что у статуса 66 лимита у гумиху сотка, поэтому там все понятно, короче. Привет, фуклав. Так, если будешь каждый день ходить на турник, то у тебя быстро увеличится это количество. Ну, и этого достаточно, чтобы мышечная масса прирастала тоже. Ну, вообще, день турник, день брусья чередую. Ну, я не просто, ну, я подтягиваюсь и чередую с прессом, как, ну, турниками, ногами, соответственно, наверх. Ну, желательно прямыми, да, чтобы, как бы, было напряжнее. Ну, и на брусьях ногами тоже наверх. Просто там, раз, ну, ноги вместе, ноги так, грузь, как бы, боку к брусьям, к одной стороне, к другой стороне, как бы. Ну, это, я думаю, что на три дня вообще это надо поделить, как бы, день турник, день брусья, день, как бы, отжимания плюс гантели дома, как бы, с прессом. Ну, это нужно уже стабильно ходить, хотя бы пару недель проходить, а то у меня, то я схожу, то потом фига, какой-нибудь день рождения, баню, там, хлопнул, как бы, водки, 200 грамм, допустим, и все, у нас в следующий день уже, ну, вредно все, что-то делать, как бы, нафиг надо. Нужно, как бы, ну, стабильно летать. Ну, либо просто, как бы, там, да, ну, не лениться вообще. Привет, Димас, Москаль, я же тебе скинул ссылку сверху, вон, счет был, а ты можешь посмотреть, 28-3 там счет был, я до конца не смотрел, вот. Спасибо. 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 Бортовская резина. Ну да, это все вообще хорошо, вот это вот всякие... это больше вообще делаю как вы из-за того что зарядку делаешь растяжку всякую там общем-то ну разогреваешься потому что уже такой возраст как бы что если ничего не делать так у мертвый становится хрустит вести как бы ну до пола даже руками не достать вообще печаль полная такой счет обычного мастера золотом ты да я смотрю эксперт по игре мастера с золотом скажу тебе что золото не может выиграть мастера ни одной игры если как бы мастер играет но нормально собрано как может золото мастера и хотя по одной игре это невозможно а Продолжение следует... Так, Алексей, на Киеве не смотрел. Так, Ленин был АГГ-пешелёк оформлять. Спасибо тебе, Алексей, всё есть. Всё есть на Киеве. Вот, а чё тебе не надо ничего оформлять? Ты просто в плеере жмёшь, как бы, рублик и пилишь, и всё. Вот. У меня на Киеве пока лучше, там меньше процентного введения будет. Даже не обязательно за Орегиным быть на ГГ, а ты за Орегиным на ГГ, чтобы поддерживать. Ну, единственное, что с Киеве вроде как бы на ГГ поддержка не работает. Насколько я помню, больше. И вообще работала ли она когда-либо там вроде как давно было. Ну, давно вообще по-другому всё было. Давно и реклама дохрена была. И на Киеве, Яндекса, на WebMoney много поддержки. Именно пиливать как бы от людей. Помню, там вот такие суммы значительные. Так, доставать руками до полны очень полезный навык для поломойщицы. Ну, говорят, что и в голову люди не только едят, но тебя это не касается, как бы. Ты туда только ешь и ртом звуки ездаешь. И, кстати, второе тоже не факт. Хотя здесь смешного тоже ничего нет. Глупо-немой, он тоже человек. Да, так, пол утра. Дома тепло и... Вчера что-то усилили, батареи еле живые были. А вчера прям вечером что-то... Ну, кстати, на стриме пока сидел. Попаю, что-то жарко прям стало. Потом потрогал, батареи усилили. Так. Приходит. На хрена вот... А ты... На хрена вот сюда шли линги вообще с ревозерами. Ну, что за мертвичина вообще? Не понимаю. Тут мин кидает сейчас. Дэпошки не успевают. Вы еще не тиран. Если бы просто отвел лингов, их просто, ну, гигантское количество смогло бы наверх ворваться. В итоге их ворвало слишком мало. Лингов. Вы видите, наверное, даже если бы кто-то гигантское ворвал, а здесь геликов многовато все-таки. Ну, как-то сначала тирана пуш казался... Азерга, точнее, пуш казался более сильным. Но в итоге провал... Ну, если ты чизил, не значит, что золбот выиграет мастер-либу. Ну, если ты чизил... 1-0, айн пуш не удался из 30 игр, может быть. Спасибо, Алексей, за поддержку. Короче, ждем продолжения. Продолжение следует... 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 да, Obi-Wan Cannabis со временем форму тяжелее поделить становится в этом то весь и прикол короче Тудбинг против Айна вторая игра 1-0 надо поменьше но не такой стрим в форме беседы какой-то проходит по игре мало зато разговора много на побольше бы по игре сюда пил чай погнали Тудмин Кайн галактический процесс прокси Бараки поехал рабочий ну а он выиграл эту игру и учителя следующую игру решил сам что бы мне бы не считануть бы ну наверное он и прав откуда Бараки только будет запилен здесь овер прям в этом направлении кстати летит ну прям в этом в этом да не совсем в этом вот второй пошел рабочий вперед будет заказан газ привет из Димба братва не стреляйте друг друга не стреляй там во дворе ни в кого бутылки головой разбивать необязательно но с головы в щи врубить дело полезное кому ну а бутылку это так дурь уже какая-то есть конечно конечно ты не десантник как-то так два барака рипера смотрю сейчас все билды поменяли то есть в ущерб третьему бараку орбиталку делает двух бараков риперками прессует и выходит макро в итоге так куда ты влез то рипером своим черт побери блин смотрите-ка зерк неплохо сплетит рабочий я смотрю свой гранат сиранку это как будто первый раз в риперов играть гранат хрен пойми куда кидает вообще так еще один рипер прилетает китает спорку отмени десант по спорку гранаты пошли нахрен тебе спорка сдалась там пол тонны рабов бы уже убил бы на мэне ема в итоге ни спорку не отменил ничего не сделал блин выражают меня такие блин вот три гранаты минус личинки роучи заказано сейчас куда ты всеми-то улетаешь епа я жду исполнения ютермаловского бьяновского какого-то конечно от всех но тут тайн тоже неплохо наваливает тут кстати демиджного рипера поставил роуч забрался начинает харасить роуч харасит очень неплохо гранаты под роуч пошли смотрите сколько дамага просто влетает королева делает на последнюю энергию сиртранскюз риперов нафига отдавать нафига риперов отдавать отдают риперов вторая база вообще не раскачана рабочек у тирана уже больше намного так здесь еще роуч но тут контрпуш очевидный от зерга будет ему просто ничего не остается здесь ребят делать кроме как контрпуш бункера нету у тирана я насколько вижу здесь ну 4 пирами летая здесь короче кидает сюда зидан ставил по зидану короче так все таки рабочий заказал что стоять с таким боевым лимитом надо пытаться выйти но неужели шестью риперами тиран сдержит хотя с другой стороны роучи без мувы что они могут сделать они идут перут гранат кукить и все без мува лингов не реализовать был бы у лингов мув то есть можно было бы просто лингов сюда добавить так еще реводер без прикрытия не понимаю просто футбол какой-то гранатами но тут вторая группа роучи заходит по другому направлению это ошибка а тайна сейчас может потерпеть здесь может так роучи идут вперед риперы под них гранат скидают еще наверх гранату роучи заходят приходят еще и реводеры сюда но танк первый готов и ну ццщики придется улететь скорее всего а так ну тиран отобьется давай фаербол куда-нибудь на рампу я не знаю куда-нибудь надо фаерболить по ццхе фаерболят у нас тут смотрите сколько демедж нанес она еще успеет взлететь вообще фаербола давай пуля еще можно ее не упустить вообще ема какой от тирана косяк кидай еще два фаербола сейчас не уйдет вообще 60 демедж на несте так нет один не попал сейчас попал бы фаербол еще один ошибка тирана чуть он заставил понервничать вообще все ццху вычинил плечом до полного хп тирана не стал демедж оставлять демедж вот и не от ш и как не и и и и и Так, кстати, в правом верхнем углу Эмблема Кумпукапа никак не мешает Я ее туда переставил Мне кажется, так будет получше Смотрите, танки риперы Интересно, тут такой вырыв идет Гранатки, здесь танки стреляют Больно, больно, очень даже больно Что творится-то, что творится Ну, потерял тиран медиваксов Он еще контролил бы что-нибудь Более-менее адекватно Ничего нести, а танки свои Я имею ввиду Залп минус реведжер Можно роучи было забрать Ну, демеджинных надо стрелять Так, здесь рипер раз на раз с реведжером вышел Реведжер говорит По разам выйдем, рипер Давай, слышь Ну и развалили рипера, короче Ну, попутал Перекололся там этим своим восстановителем хп И неадекватную ситуацию оценил В общем-то Отдался, в общем, короче Пристройка Разработка завершена Месторождение минералов выработано Прочь дороге Так, танксид складывается Ну, тут, в общем-то Затянул немножечко время тиран Ну, и что танк, что медивак Отдался в итоге Туретчику на третий строят у нас Айн Ну, Тудминг, смотри, раскачался После начального-то как-то провала Даже очень неплохо, я бы сказал Тудминг, раскачался Ну, 10 тиран тоже хорошо В принципе 1-1 Грейды, щиты там Так, мусор на мейн подлетать Туретку достраивай Туретку Достроил туретку Выщенить и газ добывать Поехать Да, вот так это надо было сделать Ну, прикрыл мейн Маленький не понять, где ходит Куда там уже побежал-то тиран Я не понял А вот он пошел какой-то Нелепый выход Когда его мутка шатает Зачем, когда тебя мутка шатает Идти в какие-то стрёмные выходы Вообще Танк на халяву развалил Зерк в итоге Ну Здесь приходят тираны Что вот у нас им группы Маленьких смешной Может сделать вообще Серьезного Ответ ничего, конечно Видите, лимиты не видно Там нет никаких лимитов Так, два либератора Мутки противостоят здесь сверху Либераторы отдались Не контролят их тирану В общем-то Отогнал с третьей базы Еле-еле Роучи Которые пробили камни Разводят Бункера нет В итоге Зерк будет разводить По разным направлениям Заходит Зерк Неплохо Минки стреляют Здесь я вам честно скажу Но судя по всему Этого недостаточно Еще бы тиран подрался В позиции нормальной И от фаербулла бы уходил А то фаербулла попадает Постоянно Один-один, ребятки Тудмин против Айна Ждем третий решающий Лидер, ребятки Вз Lambda Продолжение следует... 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 Вообще, что это значит? Вообще, я не понятия не имею. Короче, идет контроль. Есть тиран в третью. Я просто на пинку посмотрю сейчас. Это просто кранты какие-то. С двух сторон пытается тиран разводить, пока разводят. На 9 часах пытается шестью мариками хат отменить. Но шестью не отменить. Потерял два марика на ровном месте. Дропает тут же. Зачем прям под лингов тут же дропаться? Потому что хотел хат проатаковать. Здесь врыв идет в район третьей базы. Контроль от медиваки отводит ночь Кайн назад. Пытается королев тут лингу поразваливать. Лингов разваливает. Да и королев сейчас парочку штук явно развалит, скорее всего. Но пора улетать. Улетает одним медиваком. Но дэмэдж нанес уже. Это факт. Здесь опять марики дропаться опять разводят. Третья сыщика уже готова. Но по грейдам, конечно, катастрофа у тирана. Посмотрите, только первый армор заказан. Здесь уже 2-2 вовсю делается. Так. Так. Видимо, не только у меня. Да, задержка у меня серьёзная. Вот 2000 сейчас задержка. 2000 и пинг. Здесь контроль идёт. Ну, китайцы бьются, в принципе, нормально, смотрю. Не знаю, в чём прикол, короче. Ну, там ещё немцев там подробовал и что-то. Может быть, это её вообще как бы от них как бы... Писали, что это будет косяк, у них там технически сегодня будет и как. Вау-у-у. Месторождение минералов. Ваши войска улучшены. Так, у всех, короче, пин гигантский какой-то. В общем-то, идет здесь игра... Ой, как сейчас минка жахнула очень жестко. Тиран пытается сплетануться. Вроде как расплетелся. Айны расплетятся очень неплохо. Бэйны на третий приходят. Но 19 ксм уже уничтожен. Новейший мул падает. Зачем прям в атаку мулу-то кидать? Сейчас будет он уничтожен просто. Это минус 100 там с лишним мерял. 200 почти. Привет всем, кто недавно подошел в Ратваб. Продолжаем смотреть матч Венеров. Это Айн против Тудминга. И похоже, что Тудминг-то зашатал свой оппонент. Представляете, на количество рабочих. Ох, и пинг упал как раз. 700 там кто-то писал. Так, что там такое? Кто это вообще? Секундочку, ребят. Наши ТСМ атакуют. Наши ТСМ атакуют. Так, Тудминг победил. Я извиняюсь, блин. Наглый регион ГАЗ. Подъезд доступ хватил. Пришлось открыть. Ничего страшного, Люцифер Эмал. Программист здесь ни при чем. Ну как, ни при чем, конечно. Но проблем, помимо этого, более важных очень много. Что вы в этом фиксили их. В первую очередь они там, как бот работает. Улт и агуст сейчас будет, ребят. Ждем. Тудминг вышел с первого места, ребят. Красавчик Тудминг. Что тут говорить? Да, китайцы вообще молодцы смотрю. Ну а я сейчас подойду через пару минут. いる? Хорошо. Продолжение следует... 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 Так, минус Банша. Дикингами сбил, и Агуст все-таки с очередного скана. Но в это время выход от пулта идет. Два танка плюс марики сюда двигаются. 10-1 танк присутствует. Опять лаги пошли. Что ты будешь делать? В этот раз до 600 что-то их вскакнул. Так, Баншой полк обманывает Агуза, показывает, что типа нет, я сюда не иду. Уходи, Агуз, отсюда. А сам приходит. Танк сичь прямо в наглую. Прямо под вторую базу. Так, Банша плюс танк нормально здесь дерутся. Надо у изрыжа скана выйти сейчас. Баншу потерял. Кул все потерял. Блин, и Банша и Агуза вылетают. Все отбивают. В итоге у Агуза больше рабочих, чем у култа. Вообще у Агуза все нормально. Не так здорово, ребята. Ну, тканить не надо. Я думаю, хоть у Банши и поймал, навряд ли получится сбить. Есть ли 3-й сэшку у култа? Нет, 3-й сэшки у култа нет. В принципе, Агузу можно выигрывать эту игру. Пытаться. Продолжение следует... Так, скан минус Банша. И Агуз шатает пулта. Посмотрите. Если Агуза шатает пулта, то что это вообще за близконовец такой? Гумиху. А лайф победил Гумиху? Кто-то недавно писал, что лайф мертвый вчера в чатике. Два там эксперта, я помню, какие-то. Лайф сейчас очень даже не мертвый, на самом деле. Так, выход от пулта пошел. Ну, пулта больше лимита, смотрите, боевого сейчас. У него уже будет стим готов сейчас. Ну и Агуза, между прочим, не только атака, а и щиты скоро очень будут готовы. Так, здесь моряки идут. А и Агузу достаточно занять правильную позицию. Сейчас вот он видит, куда пулт двигается. Танчики надо подводить, и Агуз подводит сюда танчики свои. Встречать будет пулт 115-102. В принципе, в принципе. Здесь уже вторая факта Агуза. У него все четкое, я бы сказал. Банша очередная от пулта, смешная здесь прилетает. Так, сипачься Агуз. Блядь, ты бы еще скин. Оттуда бы бежал бы, скан бы кинул. Ну что за труп, е-моё. Да, Чарлик? Так, пулт пока не отходят отсюда. Пытается напрягать. Ну что ты? Матанчик мой. Так, пулт какие-то там супердруг с разных сторон пытается делать, ну не супердруг, а вот на мейн-дроп. Сейчас на ровном месте из-за ошибок и Агуза таких типов. Вот комарики отсюда бегут, сканки, что подбежали, а не сюда кинь-то скан. И все по факту. Нет, блин, мне пригорело от этого скана. Просто, ребят. Прилетает пол-12 мариков на мейн здесь 2-2 делается. Крюч, сейчас 2-2 просто не будет. И Агузу тупо нечем мейн отбивать. Это катастрофа, ребят, просто для Агуза. Танки он дропает прям под кулку. Смотри, танки отдает на ровном месте просто. В это время на центре ждет взрыва. На центре полк не сможет ворваться. Эй, Агуз отбиваться собирается, не понимаю, или нет? Два танка прилетели. Здесь полк пытается врываться. Куда ты ломился-то, е-мое? Агуз отходит на стиме, мючка назад. Танки отводит. Принимает бой дальше. Все держится, все в порядке. Причем 2-2 грейды у полка третий, только-только доделалось. Мейн еле-еле, но отбил. Но все равно в плюсе Агуз в абсолютном здесь остается. Если 2-2 доделается, я думаю, уже практически нереально будет ему эту игру отпустить. Доделается. Смотрите. Так. Так, минус 2 меди вак, я могу сделать 30 лимитов в плюсе, по боевому в плюсе, плюс 2 доделалось у Ягуза на атаку, на Мариков я имею ввиду. Так, култ на центре разгружать, только танки не отдай Ягузу. Самое главное, что главное, танки не отдать, всё. Залп минус там Мариков, пару штучек, надо загружаться. Опять пинг начинает скакать. В общем, я не знаю, у кого-то только у меня одного или у кого-то ещё. Култ через центр всё ещё давить собирается Ягузку свалил. Е-мое, сейчас такой фейл может быть, если полт зайдёт тогда, когда Ягуз ушёл. Это будет катастрофа для Ягуза этого, блин. Сканит полт, видит, что Ягуза нихрена нету здесь. Идёт вперёд, где его армия основная. В это время дроп на второй, полт заходит в лоб, Ягуз уходит на мейн. Просто на мейне прирост надо, да, копить сейчас и просто полт проносить здесь и всё. Всё, танки я бы сразу к нам на месте Ягуза полтовские вёз бы. Марики идут вперёд. Танки дропаются. Залп минус танк. Цех пытается улететь. Куда ты полетел-то, ё-моё. Полетел он куда-то там. Марики передропаются, догрузит. И всё, вылетай вперёд, залетай. Короче, разваливай, уничтожай. У Ягуза две ЦСехи аж целые улетели. КСМ от миллиард вот сюда надо идти. Мейн холл-то падает моментально практически. И Ягуз вывозит всё, что есть на мейне ещё. Молодец Ягуз, всё чётко делает всё правильно. Грэйди 2-2, атак на технику есть укол-то 1-1. Атаки на технику нет. Не надо танками своим мариком стрелять. Ягуз там что-то своих мариков не ушатал. Большое в чём количество. Не, ну боевой лимит укол до 72-86. Близок к Ягудовскому, да, но... У Ягуза 33 ещё КСМ очки живы, как бы. У него экономика будет, это факт. И ему и ломиться-то особо никуда не надо. Здесь две КСМ-ки, которые сейчас... Одна вот она здесь стоит. Я не знаю, где вторая, давайте посмотрим. А вот она одна стоит вдалеке где-то. Ну, короче, это для пол-то катастрофа. И я думаю, что Ягуз здесь должен втащить, как бы. Виня. Так, один Викинг есть у Ягуза. Потом ЦЦХу обнаруживает этим Викингам. Очень-очень важный момент. Здесь нужно всё брать, загружать, лететь вперёд. Уже продакшн нет смысла ставить. Продакшн отсутствует там и там. Здесь пытается Ягуз ЦЦХу принять. Нужно танки поднять просто, чтобы полд просплох не застал и всё. Полд, два либератора. Вот его преимущество, как бы. Я здесь ни за кого не болею. Но я всегда против корейцев болею. Полд мёртвый просто сегодня играет. Так что, если его обыгрывает даже Ягуз, это говорит о многом на самом деле. Вот он ЦЦХу здесь Ягуз валит понемножку. Главное, я сейчас куда-нибудь полд сюда танки не дропну. Просто Ягуза за залп за первый не забрал бы просто и... Так, ЦЦХу полд подводится. Сканит, и Ягуз видит, где полд прекрасно находится сейчас. ЦЦХу сейчас будет погибнет, конечно же. Скан от полд, я так понимаю. Так, Ягуз видит полд сейчас. И только не развались Ягуз как-нибудь криво. Так, танки надо взять. Либераторы прилетели, либераторы улетели. Либераторы викинга, кстати, сбили. Вот это важный момент очень почему. Потому что Ягузу надо полд как-то выкуривать его надо бы. Полд понимает, что у него хуже всё. Приходит полд. На самом деле Ягузу просто нормальный фронт здесь по грейдам 2-2 в 1-1 сделать. Как бы он развалит в клампу. Вот о чём я говорил. Вот прилетает полд. Мёртвый Ягуз теряет позицию и просто его разваливает. Он мёртвый. Ходил-ходил вперёд. Потом как дурачок просто потерял позицию и всё. Вот он начинает шатать. СССРщик и вынужден улететь. Либераторы какие-то. И СССР. Всё, всё, что у нас же-то непосильным трудом на этой базе. Всё ведь потеряно было сейчас. Барак не увёл. Здесь СССР ещё на ХГ есть. Полд и увидел. Сейчас убьёт ещё СССР. Всё равно Ягузу всё нормально. 20 СССР. Вот здесь через центр вот эту базу можно. Летел бы сюда уже тогда. А вот эту нельзя напрягать. А здесь можно сюда в центр прилететь полку. Он, наверное, так и сделает сейчас. Ну всё, прилетают Либераторы. И Ягузу одного развалил. Второй до минеральной линии достаёт. Ну всё, полд один. Полудохлый танчик остался. Пытается в полд зайти. Но Марики 2-2 сильнее Мариков 2-1. Поэтому Ягуз всё нахрен разваливает. Бергей пишет полд. Наконец-таки долго всё это происходило. 1-0 Ягуз. Поразительно, но факт. Полд может вылететь с последнего места в этой группе. Просто вот тебе и участник Близкона. Призадумается полд тогда. Что-то я мёртвый и начнёт трениться, возможно, как бы. И это будет очень хорошо, потому что нам не надо мёртвых игр на Близконе, ребята. Добавляем. До свидания. Сосредин도ру. Трубый или поиск. da-рубый. Трубый. 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 Продолжение следует... 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 там Ликвид Хиро. То есть, если СиДжи Хиро то не тащил, Ликвид Хиро и всех остальных как бы очень неслабо. И СиДжи Хиро по-моему тоже, да. Вот тогда он, да, был на самом высшем уровне топового мката, он был высшим уровнем. Потом же он как-то уже просто играл на старом опыте и подрезал деньги за счет того, что можно было на некорейских турнирах корейцам играть. Но пол-то до сих пор, собственно, можно. Поэтому он до сих пор пытается подрезать. Ну что вот это за уровень игры такой? Может никнеймы перепутались? Да нет вроде. Это и Агус, ребятки. Которого Айн просто 2-0 раскатал вообще в хлам. А и Агус 2-0 раскатывает пол-то пока. Убивительно, поразительно. Тем паче СиАгус идёт вперёд. Ещё пишем, ГГ-то нет? Пишем, пишем. 2-0 Агус. Пол-то полетает с последнего места. Просто, блин. Смотрю и поражаюсь. Как так, ребят? Сейчас на секунду отойду, надо руки помыть мне. Теперь надо руки помыть. Продолжение следует... 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 Так Всё, прошу прощения Погнали далее, ребят Ягуст против Айна Пол слился тот Менгу 1-2 И пол слился просто Вот тебе и пол Провальное выступление пока что Как вы поняли Ну и вы видите что происходит уже в первой игре Айн делает прокси бараки И Агуст их спалил Пытается выпилить КСМ Которая строит барак Возможно даже у него это получится сделать Ребят Нужно уезжать КСМочка катается Проезжает мимо Ещё две КСМки выезжают Хочет не дать один барак упорно достроить Ягуст Оппоненту своему Смотрите-ка Не дал достроить Между прочим Между прочим Ну здесь новая КСМка едет вперёд Сейчас уже вылетит рипер С рипером конечно же здесь я думаю справится Айн ошибка от Ягуст Он так долго здесь КСМ их держал Сможет ли Айн выиграть не знаю Ну пока Агуст с ошибок начинает КСМки нужно давно было отвести И так помешал жёстко продакшену барака Уничтожен КСМка Уничтожен Рипер на рипера разменялся Но в итоге Айн прилетает новым рипером Смотрите Ягуза нечем встретить просто Так Какой контроль от Тайны кривой Двумя риперами Гелиона Надо было убивать Кажется и Агуст собирается отбиться Гелион быстрее рипера строится Намного лучше удивительно Ну всё Два гелика здесь плюс риперу и Агуст Нужно просто продолжать геликов строить до риперов Двадцать одну секунду гелик строится И тридцать рипер Ё-моё Это же жесть Чё, бараки назад полетели Ошибка от Иогуза Ошибка от Иогуза Только что в выходе была На ровном месте потерял там геликов Айн неплохо встретить Здесь Айн разведывает Летает Сцэщику сам пытается заказать Кстати Стархорд уже пошёл слабый Строится цехлон Здесь риперов надо принять Вот первый викинг Иогуза готов Здесь рипера Рипера геликом Хоть и поймать Иогуз Ну одного залпа не хватило Здесь Барак будет уничтожен Через пару секунд Сцэщика перелетает Пораньше сцэщика Иогуза Чем у Айна Ну как бы у Айна побольше Лимита боевого Сцэщика Сцэщика пытается Иогуза Отдал циклону на мариках викинге И вот это вообще поразительно, как так может быть. Но вот бывает, что косичнуть, контроль немножко и всё отдал. Не знаю, какой там план у Пулта Алексея, но пока что он провально отыграл сегодня. Так, танк здесь под ЦЦшкой. Циклон приехал, Циклону отогнал и Агусе, всё в порядке. Продолжение следует... Так, ну что, вроде как вровень более-менее игра вышла, но Ань заказывает третью цельщику и Агуз этого пока не делает Уайн уже почти готов к тимпаку и Агузу даже близко к стиму нету Ну что-то вот на средней стадии в плане контроля Ань переигрывает Вроде как и Агуз нормально отбился Казалось бы, делай все нормально Выходи в экономику Делай стимпак, делай игры Да нет, и Агуз что-то там вообще непонятное Дел, какие-то зажался вообще Сэшки третий нет Продакшн нету Да стимпак вообще не заказан Инженерка у-то одна здесь раньше тоже Как-то обогнал все Агуз. 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 Ну что, Айн пытается напрягать Агуст пытается отбиваться Пока отбивается Агуст, то нормально Но здесь уже и щиты, и стимпак Все вообще, есть что нужно Викинги падают, короче Айн неплохо действует, вроде как Разваливает И опять третья планетарка Я просто поражаюсь, нахрен тебе планетарка Это на третий, ё-моё Шумайн уже не первый раз так играет По-моему, он Саагузу, может, так играл Или с кем он там играл Не, ну это надежнее, конечно Но смысл-то какой Здесь третья сэшечка готова Четвертую еще, ладно Третью-то можно приростом прикрыть там Или чем-то Экономика теряет не слабо, а из-за этого На самом деле Привет, Аникс Леотар Что опять? Ну, сегодня пол вообще Как-как не пол Просто я не знаю, что это было такое Сейчас с силой стороны Ну, после игры с Тудмингом Уже было понятно, что полк мертвоват сегодня Как-то Так, Агуст третью здесь занимает Агуст, кстати, нужно отдать ему должное Очень даже неплохо отыгрывают С Айном, если получше отыграет Будет неплохо Но только я это сказал Какая он прилетает Ну, дроп без Каких-либо помех Просто залетает на мэнк Агусту Два танка и марика в семь штук И это не просто будет На этой стадии выбить все Учитывая, что здесь тоже в лох Уже атака идет Сейчас на стиме тут марика Ему вообще много чего разваливают Еще пару КСМ-ок погибнет Здесь приходит Агуст отбиваться Здесь кэш отобьет Здесь марики просто развалили Тринадцать КСМ-ок Короче, Агуст потерял По боевому лимиту, правда, не проседает Пока вообще Здесь не может Сумариков никак отбить Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Ё-моё Один марик застрелился Все танки прилетели Такие клювами своими Посмотрели Все ок Продолжение следует Продолжение следует... Короче, идёт движуха, и Агуз пытается напрягать. Ну, оппонент его держит, пока Агуза разве что танков больше, лимит боевой одинаковый. Если Айн приходит, и Агуз в ответ пусканет. Это косяки контроля. Почему это косяки контроля? Потому что элементарно, перед подведением и деваком, тебя так урасплох, танки и оппонента не застанут никогда. Камни не пробиты, непонятно, что Агуз сюда всё привёз. Пробивай камни-то, заходи через камни, не знаю. Чё-то бегает зац-вперёд сюда. Чё бегает, непонятно, блин. Так, идёт скан. О, здесь Агуз видит тайна прекрасная. Залп делает танк, марики живут пока что. Будет четвёртую Агуз отменять или нет ЕХЗ? Чё-то зад-вперёд Агуз бегает. Пока вроде как всё не так провально выглядит, но лимита 40 разница. Правда, 15 парабам. То есть боевого тоже только там 25-15 разница колеблется примерно. То есть можно, в принципе, жить. По грейдам 2-1 и одна атака на технику. И сейчас у Агуза тоже на технику доделась. По грейдам, короче, ровно. У Агуза 3-2 грейды заказ. У него грейды лучше сейчас в заказе, чем у оппонента. Но нужно терпеть и нужно боевого отстраивать. Продолжение следует... Принимает Агуз бой. Очень криво принимает. Короче, разваливает. И Уайн это ГГ. 1-0. Ждём вторую игру. Судя по всему, два китайца у нас сегодня просто... Что, мы плей-офф с одними китайцами сейчас будем смотреть? Я ещё не понимаю. Давайте кто-нибудь ещё выйдет-то хотя бы. Ну, столько уже выше, правда. Кто-нибудь из не корейцев и китайцев надо. Тelp. Звук. Треп. Што што. Треп. 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 Агузы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...